15 июня 1993 года, несомненно важная для Азербайджана дата, День национального спасения. Подробнее о событиях, которые повлияли на будущее страны. Мы поговорим с генерал-майором Владимиром Тимошенко, который в период с 1991 по 2005 годы был депутатом парламента Азербайджана. Здравствуйте, Владимир Васильевич. Добрый день. Если подумать о названии этого праздника, День национального спасения, возникает вопрос, от чего требовалось спасать азербайджанский народ? Какая обстановка предшествовала возвращению к руководству страной Гейдара Алиева? Очень название соответствует именно тому, что было и то, что произошло. Обстановка была очень напряженная. Народный фронт, придя к власти, не имея мудрости, опыта руководить государством, начался в республике хаос. Я уже не врусь, что в парламенте творилось и прочее. Есть кадры документальные показывают. Я там даже просто кричу, это что, демократия там и так далее. Я вышел на правительственную связь, у нас правительственная связь, позвонил Гейдар Алиевичу Нахичеванину. Гейдар Алиевич, спасайте нас! А он говорит, от чего спасать? Задал вопрос. Я объяснил ему. А как я спасать? Ну приезжайте. А он говорит, как я могу приехать? В качестве кого? Я не, он депутатом был, но членом Межлиса он не был. Вот, значит, давайте приглашайте. Были собраны подписи. Гейдар Алиевич возвратился. Это именно наступил тот момент. Президент уже с Азербайджана, действующий Абульхваз, убыл Нахичевань. Он там уже находился и так далее. Гейдар Алиевич приступил к исполнять обязанности спикера парламента в последующем, так сказать, выборе президента. Самые первые шаги, которые были им предприняты, сделаны, именно способствовали спасению нашей республики. Какие шаги и решения приняты? Вот я хочу разложить. Одно я вам скажу, что были остановлены боевые действия. 1994 год. У нас уже к этому времени по районам было по 100 могил шахидов. Были приостановлены боевые действия. Это настолько, и вот даже трудно оценить, насколько это важен был шаг и так далее. Теперь представьте, не имея золотого валютного запаса, вот, что бы мы сегодня делали без контракта века? Он был основным на тот момент. А то, какой сегодня Баку, какие у нас сегодня дороги, все. Это только благодаря его, этой мудрости, такому действенному шагу, понимаете. Три трубопровода идет. Газовые, нефтяные и так далее, понимаете. Это неоспоримо. Ну и плюс ко всему, понимаете, правильная экономическая политика по развитию республики. Что бы предприятие возобновить, понимаете, и так далее. Вот. Виноградарство. Ведь оно же было полностью уничтожено при советской власти. Вот. Хлопководство. Вот так. Вот. И плюс ко всему социальные проблемы. Гидарь Алиевич. Он настолько такой, понимаете, дальневидный гуманист. Вот я всегда привожу в Азербайджан пример за пределами республики. Вот смотрите. Мы сохраним светское государство. Сохранили мы русские учебные заведения на русском языке. Сколько изданий, сколько всего. Я бы такую аналогию привел бы с другими государствами, которые абсолютно, понимаете, противовес действуют и так прочее. Я низко ему кланяю за это и благодарен. Как можно охарактеризовать роль Гидара Алиева в развитии Азербайджана, успехах, которые страна достигает сегодня? Сегодня. Политики ориентируются на очередные выборы. От выборов до выборов. А государственные деятели ориентируются на очередные поколения. Вот именно вся политика Гидара Алиевича была направлена на то, чтобы народ Азербайджана жил хорошо и подрастающие поколения жили хорошо. И то, что было очень... Я считаю, что народ сделал правильный выбор, что преемником стал Ильхам Алиева. Когда уже тело было доставлено Гидаре Алиевича с Америки, и у нас был срочно собран Мили Меджлис, и там никто не записывался на выступление, но ведущий, спикер, мне предоставил слово. И я с трибуны, понимаете, вот что я произнес. Я никогда не сочинял стихов. Читаю очень много. Как тяжело теперь поверить, что есть другая, внеземная жизнь, что встретимся, что будем вместе, и сможешь ты всех нас простить. Ты от нас далеко не улетай. Мы в тебе всегда черпаем силу. Будем любить тебя всегда, для нем все верности и преданности сыну. Поняли, да? Да. Это был крик души, крик сердца, так что выразить все чувство благодарности и прочее. Ильхам Америм, помимо того, что он сам, как уже имел опыт работы государственным деятелем и прочее, унаследовал, наверное, и генетически данные и прочее, он встал на путь развития Азербайджана, не ориентируясь только на нефть. Это так важно в современном мире, понимаете? Я когда читаю сегодня строительство заводов в Нехтечале, в других районах, именно там, понимаете, открыть рабочие места, или экономическая площадка в Сумаите, где 15 заводов, понимаете? Мы сегодня экспортеры стали очень многой, многой продукцией, не только нефти и газа, понимаете? Это все. Поэтому всем тем, что мы сегодня имеем, я всегда говорю, ой, встал бы Гейдар Алиевич и посмотрел бы, он не узнал бы, сказал бы, что это не Баку, понимаете? Так за это время все. Это все заслуга Гейдара Алиевича. Спасибо вам большое. А я напомню о дне национального спасения. Мы говорили с генерал-майором Владимиром Тимошенко, который в период с 1991 по 2005 годы был депутатом парламента Азербайджана.